50 актуальных, полезных и интересных проектов. Во дворце школьников прошел областной конкурс «Юный изобретатель». Хай-тек и робототехника, химия и биология. Чем интересуются современные молодежь? Моя коллега Анжелика Сычева познакомилась с юными изобретателями и узнала это у них лично. Автоматическое светодиодное освещение, регулирование температуры, своевременный полив и все это без участия человека. Вот такой вариант умной теплицы Константин Сергеев решил представить на конкурсе школьных проектов. Идея его создания у мальчика возникла несколько лет назад, когда помогал родителям по хозяйству. В деревне нужно вовремя и огород полить, и внести в подкормку, и собрать урожай. На все летом не хватает времени. Вот и пришла идея оптимизировать процесс. Во многом, конечно, помог папа. Учитель физики. Первый датчик это датчик температуры. Когда при повышении температуры включается вентилятор, ответственный за проветривание теплицы. Следующий немаловажный датчик это датчик влажности почвы. Он уникален тем, что может включать и выключать полив по мере необходимости. Проекты в эти направления, а их большинство – биотехнологии и химии. Каждый должен быть полезным для общества и актуальным. Для юных изобретателей такой конкурс может стать хорошей взлетной площадкой для дальнейшей научной деятельности. Мы даем очень мощную поддержку детям, которые развиваются в этом направлении. И дворец школьников на сегодняшний день поддерживает этих детей. И мы стараемся их отправлять на конкурсы республиканские. И помогаем детям продвигать. Почему? Потому что этот поиск может стать для них стартапом в будущем. То есть этот проект может стать их профессией, может стать таким открытием для развития нашего Казахстана. Юные ученые создают роботов, летающие дроны, варят мыло, делают стройматериалы и даже создают вездеходы. Восьмиклассники из первой школы Кирилл Ионов и Александр Абласов создавали свой шнекоход больше двух месяцев. За основу своей работы взял изобретение советских ученых. Правда, у оригинала, по мнению Кирилла, были недочеты. При высокой проходимости по болотам, снегу и льду он не мог передвигаться по асфальту и бетону. Школьники добавили мощные колеса и теперь шнекоход может преодолеть любые расстояния. Пока, правда, на столе и на полу. Наша машина способна двигаться по любому бездорожью. Она оснащена полным приводом и двумя модулями, способны вытащить друг друга. Если первый модуль застрял, второй, прилагая дополнительные усилия, вытаскивает первый. В случае, если же два модуля застряла, машина оснащена шнеками, прячусь под кузовом. Машина оснащена колесами, с помощью этого она может добираться до места, до бездорожья. Когда она застревает, она вытаскивает шнеки и преодолевает это бездорожье. Семь метров в длину и два высоту в шнекоходе могут передвигаться до пяти человек. Этот вездеход можно применять для экспедиции в Антарктиду, геологоразведки в сельском хозяйстве. Он может доставлять людей и грузы в труднодоступные места. Отмечу, областной конкурс юных изобретателей дворец школьников проводит второй год подряд. В первый раз ребята представили около 25 работ, в этом вдвое больше. Анжелика Сычева, Казбек Аракпаев, Новости МТРК.